Ботлихский район с рабочей поездкой посетил заместитель представителя правительства Республики Дагестан Нариман Абдулмуталибов. Глава района Руслан Гамзатов и правительственная делегация посетили мусоросортировочный комплекс в селе Ботлих. На месте осмотрели объект и обсудили пути решения вопросов по запуску в работу. Напомним, что ранее глава района направил обращение на имя председателя правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова о передаче комплекса в республиканскую собственность. В настоящее время создана комиссия, комиссия проверяет необходимую документацию, объект планируется сдать на баланс республики и совместно с региональным оператором, совместно с Минобороной мы уже после осмотра, я думаю, создадим такую рабочую группу. И проработаем поэтапно, пошагово, как мы должны сдать этот комплекс. Далее правительственная делегация под руководством вице-премьера Республики Дагестан Наримана Абдулму Талибова и главы района Руслана Гамзатова посетили Ботлихский консервный завод «Аквариус». Нариман Абдулму Талибов встретился с генеральным директором предприятия Магомедом Муртазалиевым, ознакомился с производством, посмотрел цеха и продукцию. Вкус натуральных соков местного завода, как всегда, никого не оставил равнодушным. У нас есть плохие люди, которые это делают, самые лучшие люди. Мы выпускаем больше 40 наименований продукции здесь, высшего качества, то, которое называется натуральная продукция. К нам даже приезжают в Москву представители магазинов «Азбука вкуса» и «Вкус вилл» заключат договор. Я бы больше заинтересован, чтобы эта наша продукция чистая уходила к нам же внутри Дагестана, особенно закрытые учреждения школы, садики, больницы, санатории, дома инвалидов и так далее, чтобы туда брали. Оно этого стоит. Нашу продукцию на стол президенту ставить не стыдно. В Ботлихе зампредседателя правительства Республики Дагестан Нариман Абдул-Муталибов побывал в персиковом саду СПК Гуги Сулеймана Абдулаева. Цветущий сад площадью в 1 гектар в этой местности организован по проекту «Интенсивный сад». Хозяин рассказал об урожае сочных персиков и их реализации. Гости попробовали и оценили вкус фруктов. В завершении рабочей поездки глава района Руслан Гамзатов, вице-премьер Республики Дагестан Нариман Абдул-Муталибов и делегация посетили цех по переработке баранины «Магик Стар». Делегация ознакомилась с работой предприятия, готовая продукция «Баранди» осмотрела цех. Вы здесь собираетесь? Да. Вы здесь обороженое делаете, да? Здесь уже обороженое, ставим уже средства. Если, как обычно, делать, они получают, что где-то по-другому, то есть вот сейчас вот эти маленькие делаете, потом? Потом? Один день, целый день делаете. Это мясо, они его лакораставят, пока готовы будут, а на самом темное. Мы все мясо, которое нам приводят, мы, то есть живых баранов или телят, мы их ставим на карантин, то есть очищаем. Для чего? Их очищаем, чтобы неправильный откорм, чтобы вывести из организма этого животного и через 15 дней, то есть на чистой горной крови держим и на воде. И после этого режем у себя на бойне и вот так перерабатываем. То есть, в первую очередь, мы их белькуем, берем кровь, что-то дается в лабораторию. Когда они приносят уже нам официальное заключение, мы их режем уже на бойне. ООО «Магикстар» специализируется на шоковой заморозке баранины и производстве из нее полуфабрикатов в виде курзе, люля-кебаба и так далее. Нариман Шамсудинович детально ознакомился с производственным процессом на предприятии. Ежемесячно на нем перерабатывается мясо 500-1000 голов мелкорогатого скота. Район развивается, в районе есть потенциал развития ПК и в плане животноводства, и в плане садоводства. К примеру, мы сегодня находимся в таком цеху, в современном цеху Баранди. Баранди – известное брендовое предприятие, известное предприятие. Мы были недавно в Москве, участвовали в «Вкусы России». Ежегодно проводятся в Москве, на Манежной площади. Там были представлены брендовые продукции со всей страны. Около 80 регионов участвовало в нашей стране. И самым популярным площадкой был наш Баранди. Меня удивило, попали в дождливую погоду, и в дождь перед Баранди, перед нашим ларьком присутствовало около 40-50 человек. Стояла живая очередь. Но это все благодаря развитию этой отрасли. Здесь люди занимаются. Здесь современная технология, лабораторное сопровождение. Ежедневно несколько раз проверяется качество продукции. Ассортимент большой. Практически многие рестораны Москвы обеспечиваются уже обработанными мясными продуктами. Так в виде пельменей, так и в живом, шашлычном, таком готовом виде. И самое главное, вот этот бренд, так называемый люля, добавляются специи. И очень вкусный, и очень полезный продукт. Лучше любого импортного продукта такого вида. Люди стараются, люди сами изучают рынок. Сами вышли благодаря своим возможностям, своему потенциалу. Конечно, это не может не радовать. Но здесь у них есть и свои проблемы. Они хотят построить откормочную площадку поставить, убойные цеха поставить, выращивать свою скотину. Занимаются и мелким рогатым скотом, и крупным рогатым скотом. Я думаю, с поддержкой Министерства сельского хозяйства у них получится в более таком перспективном виде развивать свой бизнес. Очень правильный бизнес. Бизнес, у них хороший менеджмент, хорошее управление. И это тоже радует. Работают по-современному, работают с регионами России. Это тоже не может не радовать. И потенциал для развития не маленький.